Здрасте, господа. Сразу оговорюсь, это не обзор нового корабля. Вернее, ну не такой, как все привыкли. Это скорее мы оставим тем, кто занимается этим длительное время. Сегодня мы сравнивать будем как раз это самое время. Обратите внимание на название ролика и словосочетание. Корабль новой генерации. На что я делаю акцент, сейчас расскажу и попытаюсь показать. Сравнивать будем два корабля с большим количеством деталей. Естественно, это будет Drake Corsair, который доступен на ПТУ как новый корабль от Drake. И Caterpillar, корабль от Drake, где больше всего различных деталей. Будем сравнивать как раз время. То самое, которое прошло как раз только для кораблей именно этого производителя, без того, чтобы обращать внимание на что-то другое. Напомню вам, что Caterpillar вышел задолго до релиза Альфы 3.0, но вплоть до сегодняшнего момента подтягивался в графическом плане разработчиками. Сразу поймем, что Drake это, как бы сказать, производитель дешевых и многофункциональных кораблей, которые делаются из достаточно дешевых материалов, но способны выполнять задачи на порядок выше, чем их одноклассники от других производителей, при этом жертвуя зачастую прочностью конструкции. Оценим внешний вид. На самом деле это та часть, которая меньше всего, на мой взгляд, претерпела изменений. Внешний вид кораблей, а я имею ввиду обшивка, состояние клепок, различных поворотных механизмов, все плюс-минус на одном уровне. Drake не изменяют себе и создают корабли с большим количеством двигателей. И как мы можем видеть, эти оба корабля асимметричны. Однако хочется сразу сказать, что Caterpillar корабль модульный. По сути у нас есть управляемый карго модуль и основа, которая когда-то будет стыковываться с ней и наоборот. Обратим внимание на кокпит. Версия Corsair четко берет свою ДНК именно с этих черт, продольной и поперечной балки. И такая же версия некой двухэтажности. Верхняя, управляемая пилотами, и нижняя, так сказать, некий саппорт, естественно, выполняющий немного различные задачи. Ни в коем случае мы не сравниваем боевые характеристики, поскольку один корабль у нас перевозит огромное количество коробок, является таким торговцем, а другой исследователь, ну, немного в боевом обвесе, совсем чуть-чуть. И да, все, что мы еще внешне можем сравнить, это, конечно же, турели, которые сами по себе выглядят для Дрейков плюс-минус одинаково, а также стыковочные доки, исключая лишь тот факт, что, так как время берет свое, у Corsair система стыковочных шлюзов выпирает за борт, в то время как у Кати она сделана наоборот. Но это не сильно важное отличие. Все самое интересное именно внутри. За что я лично всегда любил Дрейков, так это за их индастриал стиль, открытый без всяких прикрас. Если есть механизм, его нужно показывать в обязательном порядке. А вот как работает рампа в Corsair. Чувствуете? Не-е-е, вы неправильно чувствуете. Вы пытаетесь сделать это глазами. А вы попробуйте теперь сравнить звук. Одна из важных частей любого корабля, это то, как он разговаривает. Да, именно для Corsair цик записали новую библиотеку. И она, на мой взгляд, звучит очень круто. Вот только послушайте, с каким скрипом закрывается рампа у Corsair. Пройдёмся теперь по самому первому отсеку. Больше всего игроков удивляло, что разработчики слишком, а иногда и через чур много внимания уделяют деталям. И это не минус, а наоборот плюс. А детальность в Дрейках основывается как раз на системах каркасов, различных труб, проводок и прочего. Обратите внимание, насколько здесь она проработана. Более того, если вы возьмёте и попытаетесь закрыть рампу у Corsair, вы увидите, как кнопки панели имеют ход. Это вот прям, ну я не знаю, для людей, которые любят Дрейки, это должна быть какая-то некая конфетная история кайфа. Ну и, конечно, можно обратить внимание на то, что все компоненты корабля абсолютно не защищены. Это основные элементы. Всяк сюда входящий, мне кажется, не обратит внимания на одну из главных вещей корабля. Потолок. Гляньте на систему трубок и каркаса. Далее обратим внимание на двери. А если быть точнее, на механику и дизайн. Если в кате это обычная шлюзовая дверь без каких-либо внешних деталей, то здесь как будто в подводной лодке. Всё говорит тебе о том, что твои руки должны быть постоянно задействованы, а герметизация, если корабль потеряет питание, будет происходить за счёт мускульной силы. Даже надпись компании на двери выдолблена в корпусе. Ещё раз повторю, обращайте внимание на звук. Я просто в некоторых сценах буду молча ходить и тыкать во всякое. А теперь давайте глянем вооруженный шкафчик. Вроде бы обычный шкаф. Но и здесь ЦИК добавили немного деталей в виде, к примеру, вот этих вот двух металлических штук, прикрученных на какие-то саморезы, а также задняя часть, похожая на сеточку. Хотя могли просто зафигачить ровненькую стенку, но нет. Ну ещё раз подчеркну, появление новой генерации кораблей в виде Корсара, всё здесь сделано механически, чтобы ваша душенька была довольна. Даже ручки в лифте или в шлюзовой камере, блин, да они двигаются. Всё, что я хотел сказать, ну или пытался, так это то, что корабли от Дрейк получили логичную эволюцию, причём ту, которая по своей сути и должна была быть во всех судах этого производителя. Но это лишь детали. Это как раз и намёк на то, что руки владельца Дрейка должны быть всегда замараны, чтобы справиться или, так сказать, жить в этом корабле и этим кораблём. Кстати, некоторые из непонимающих обращали внимание на то, что есть слив на крышу, мол, зачем он, нахрена? Я вам могу напомнить, что разработчики активно занимаются тем, что размещают по периметру новых кораблей субкомпоненты для их дальнейшего обслуживания. А-ля золотой стандарт. А в случае с Дрейками, именно их черта засунуть всё практически на оружие в незащищённые места будет большим минусом для владельца в дальнейшем. Но не сейчас. Сейчас система энергоресурсов корабля, как она должна быть, пока отсутствует. Ну и в конце сравнения Корсара с Андромедой. Кто-то просил в нашем телеграмме. По огневой мощи можно сказать, что корабли плюс-минус равны, но здесь уже выступает вопрос прочности и целесообразности использования, так как Андромеда всё-таки ганшип, а Корсар — исследователь, пусть и с большими стволами. Вот такие вот пироги. И я пытался, как мог, вам остаётся лишь выдать своё резюме этому кораблю в комментариях под видео или в нашем телеграм-канале. Ссылочек на него в описании или по этому QR-коду. Переходите и подписывайтесь. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok